Сейчас, когда вы начнете смотреть итоговый выпуск новостей по будням, за окном уже наверняка будет греметь гром и идти проливной дождь. Ну а если вы хотите увидеть, как выглядело небо накануне этих событий, можете перейти ко мне в Инстаграм и посмотреть все своими глазами. Адрес его будет где-то вот здесь вот находиться. Ну а мы готовы начинать и выпуск стартует буквально через секунду. Ребят, я 50 рублей, как обещал, переведу. Инстаграм мой подпишите вот здесь. Угу. Любишь деньги, люби и ответственность нести. Простую истину придется усвоить фигурантам дела о взяточничестве. А это чиновник из администрации Иркутска, сотрудник муниципального предприятия, а также гендиректор компании по строительству сетей водоснабжения. Именно его обвиняют в передаче около 700 тысяч рублей за общее покровительство и подписание актов выполненных работ по капремонту и строительству сетей. Двух из трех фигурантов уже заключили под стражу. Чем еще запомнится этот день, поймете по коротким анонсам основных тем выпуска. На дорогах Иркутской области сегодняшнего дня выявляют нетрезвых водителей. Об этих рейдах, а также о последних авариях с пьяными поведаю я, Ольга Харнутова. Я, Павел Золудев, поведаю о том, как жители региона соблюдают ограничения на вылов рыбы, введенный на период нереста. Также в выпуске озвучим пугающую статистику пренебрежения запретами в Иркутской области. В Иркутске игры с ребенком на площадке могут закончиться травмы. Причиной тому сломанные карусели и качели. О том, что нужно сделать для того, чтобы в вашем дворе отремонтировали зону отдыха для детей, расскажет Иван Занько. В рубрике «Повесточки» расскажем, за какие заслуги Иркутянка получила грант в 50 тысяч рублей. И где в нашем регионе находится дерево, которому в этом году исполнится 777 лет. А начать мы вынуждены с другой новости из Усоли-Сибирского. Там на территории очистных сооружений города произошел выброс органических веществ. Они уже попали в ангару. Есть риск, что окажутся и в водозаборах других населенных пунктов. В первые часы слив жидкости выглядел устрашающе. Из-за черного цвета вещества возникли предположения о разливе нефтепродуктов. Однако после того, как на место происшествия были взяты пробы, выяснилось, что, скорее всего, речь идет об иловых остатках. Их выброс, по предварительной версии, произошел из-за прорыва дамбы на очистных сооружениях Усоли-Сибирского. Сейчас на месте слива работают сотрудники природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора, МЧС и Следственного комитета. Возможный ущерб природе лишь предстоит оценить, тогда как минимизировать последствия важно уже сейчас. Ведь органические вещества попали в ангару и могут угрожать нескольким населенным пунктам. Мы должны понимать, что здесь в определенную зону риска могут попасть водозаборы, расположенные ниже по течению населенных пунктов. С этими населенными пунктами мы связались, они со своей стороны программу примитивных мероприятий тоже сейчас выполняют. Дополнительно проводятся мероприятия по повышению хлорирования воды, обеззараживания воды. Перед водкой, вином и другими видами алкоголя не могут устоять безответственные водители. С января по мае инспекторы остановили более 7800 нарушителей. В таком состоянии шоферы часто становятся виновниками серьезных аварий. Но урок впрок не идет. Тысяча водителей с начала года было поймано за вождение под шофе. В ближайшие дни цифры увеличатся, ведь сегодня начинаются рейды по выявлению поклонников зеленого змея. Подробности расскажет Ольга Харнутова. Он не может идти и связать двух слов. Зато был в состоянии сесть за руль. Итог поездки – авария в Иркутске. 61-летний мужчина за рулем иномарки врезался в машину, двигавшуюся в попутном направлении. Объяснить свое поведение автомобилист не смог. Почему в таком состоянии управляете автомобилем? В нетрезвом? Как дорожно-транспортное происшествие совершили? Вернулась ли к шоферу память после того, как он протрезвел, неизвестно. Но от ответственности ему не уйти. Так же, как и автомобилисту Вихаревки. Он врезался сначала в световую опору, а потом в автобусную остановку. К счастью, улица была пустая. Прибывшим инспектором водитель признался, что выпил, но после ДТП, чтобы снять стресс. Такие или похожие отговорки сотрудники ГИБДД выслушивают регулярно. За пять месяцев текущего года на дорогах Иркутской области с участием нетрезвых водителей, а также водителей, которые отказались от похождения медицинского освидетельствования, произошло 152 дорожно-транспортных происшествия, в которых 26 человек погибли и 217 получили травмы различной степени тяжести. Чаще всего ДТП с пьяными водителями происходит в выходные и праздничные дни. Поэтому госавтоинспекторы каждый месяц проводят рейды. За одну смену они могут остановить от 40 до 50 автомобилистов. Такие рейды проходят и с сегодняшнего дня. Они продлятся до 13 июня. Главная цель – предотвратить аварии и приучить водителей не садиться пьяными за руль. Иначе в лучшем случае, помимо штрафов и лишения прав, они рискуют получить скандальную славу. Как этот мотоциклист в Туне гнал на большой скорости, пролетел на красный сигнал светофора. Вполне ожидаемо, после задержания у него выявили все признаки опьянения, которая в сочетании с управлением транспортным средством еще никого до добра не доводила. Ольга Харнутова, Виталий Перетолчин. Новости по будням. Водители под шофе не только на дороге, но и на воде могут представлять серьезную опасность. Прежде всего под угрозой в таких ситуациях оказываются пассажиры. На Иркутском водохранилище задержали судно, которым управлял мужчина с признаками алкогольного опьянения. Продолжать движение ему не дали. Транспортное средство поместили на спецстоянку. Туда же отправили еще одно маломерное судно. У водителя не оказалось документов, подтверждающих то, что он может находиться у руля. Однако чаще всего те, кто управляют водным транспортом в Прибайкале, забывают выдать пассажирам спасательные жилеты. И в случае ЧП люди рискуют просто утонуть. Пустая лодка со включенным мотором. Именно такую картину увидели люди на Мухорском заливе на Байкале. Накануне вечером очевидцы сообщили о пропаже рыбака. После осмотра акватории была обнаружена рыбацкая сеть, а на поверхности воды сапоги и куртка. Позднее на берегу нашли и автомобиль с документами, принадлежащими иркутянину. Пока поиски мужчины результата не принесли. Сейчас вообще не лучшее время для рыбалки. И дело даже не в погоде. В Иркутской области продолжает действовать запрет на вылов в период нереста. О тех, кому правила не писаны и наказаний для них, расскажем в следующем материале. Человек с биноклем в лодке – к беде. По крайней мере для браконьеров. В период нереста в Иркутской области с 25 апреля по 25 июня на многих водоемах и здесь, в Усольском районе, проводятся регулярные рейды. Вот и первые нарушители на сегодня. Они даже не рыбачили, просто двигались по реке на моторной лодке. Но это тоже сейчас запрещено. На первый раз нарушители отпускают с предупреждением, но рассчитывать на послабление точно не смогут. Те, кто занят выловом Хариуса, Таймене и Ленка. За каждый хвост придется отдать 1850 рублей штрафа. Особенный надзор за любителями крупной добычи. Вот этот мужчина в разгар нереста рискнул расставить сеть. Че сидит? Здрасте. Сеть к радости браконьера оказалась пустой, поэтому заплатить Усольчанину придется лишь минимальный штраф за ее установку – 2000 рублей. Отдельный разговор с теми, кто рыбачит с берега. Леща, окуня, ельца сейчас ловить можно, но лишь удочкой с двумя крючками. У этого мужчины крючка три, поэтому от административного наказания не уйти. И он такой далеко не один. Рейды у нас ежедневные, поскольку идет еще период нереста. У нас до 25-го еще числа. Напоминаю, что идет нерест. Поэтому рейды сейчас постоянные. И в ночное, и в дневное. Мы проверяем и наличие документов у людей. Но и не только. Но и другие правонарушения. А правонарушения в избытке каждый год. В 2019-м за период нереста было выявлено 707 фактов пренебрежения запретом. Общая сумма выписанных штрафов превысила полтора миллиона рублей. Это еще раз подтверждает, что в вопросах сохранения биоресурсов надеяться на человеческую сознательность нельзя. Павел Желудев, новости по будням. Нельзя надеяться на счастливый случай и везение в вопросе безопасности людей. Именно поэтому сейчас в Казачьинск-Каленском районе на реке Киринга ведется круглосуточный мониторинг паводковой обстановки. Связано это с тем, что специалисты спрогнозировали возможное повышение уровня воды возле двух населенных пунктов до критических отметок. Оказалось, опасения не напрасные. Минувшей ночью были подтоплены шесть приусадебных участков. Для того, чтобы избежать большого ущерба и гибели людей, в Казачьинск-Каленском районе введен режим повышенной готовности. Сотрудники МЧС отслеживают состояние уровня реки каждые четыре часа. 11 июня уровень воды в реке Киринга ниже критических отметок и наблюдается устойчивое понижение уровня воды. Потопленными остаются четыре приусадебных участка. Потопленных жилых домов нет. Нет никаких новостей. Уже почти месяцы родственники бьют во все колокола. Уроженец Прибайкалье Андрей Кривогоницев пропал без вести в Волгоградской области. Молодой человек проходил службу в воинской части в поселке Калач-на-Дону. Первые сведения об исчезновении 18-летнего парня поступили еще 19 мая. По предварительной информации, солдат-срочник находился два месяца на полевых учениях и покинул полигон сразу после того, как сдал пост. Через 30 минут на общем построении выяснилось, что Андрей пропал. Сейчас о его местонахождении ничего не известно, как и о причинах исчезновения. Ведь, как утверждают родственники молодого человека, службой он был доволен и даже планировал продолжить карьеру военнослужащего. Он на службу шел прям с желанием, потому что мама говорит, может не пойдешь там. Нет, мама, ты что, я пойду, я пойду. Он прям рвался туда. Но нам звонил, он не жаловался. Причем отслужил полгода. Он хотел идти дальше на контракт не в этой части, а в другой. Как бы брат у нас служит во Владивостоке. Немало наших земляков без вести пропадают и на своей малой родине. Так в Братске разыскивают 17-летнюю Эльвиру Гершанову. Девушка ушла из дома еще 30 мая и с тех пор о ней ничего не известно. Статистика исчезновений наших земляков пополняется новыми случаями регулярно. Цифры, за каждой из которых своя история, а иногда даже трагедия, приведем далее без комментариев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А вот результатом невнимания к состоянию детских площадок может стать серьезная травма ребенка. Сейчас во многих дворах когда-то красочные песочницы утратили яркость и остались без наполнения. А качели уже не держатся надежно. В этом убедился Иван Занько. А заодно выяснил, что делать, если у вашего дома ребенок не может безопасно покружиться на карусели. Кататься на карусели, у которой нет сидения, то еще удовольствие. А карабкаться порванным веревочным лестницам невозможно из-за торчащей проволоки. Все эти опасные аттракционы представлены в одном из иркутских дворов. Поэтому, чтобы ребенок не порезался или не получил более серьезную травму, родители с поля зрения детей не выпускают. Ведь даже взрослому человеку находиться здесь небезопасно. Самые опасные местные жители считают на этой детской площадке вот эту беседку. Ее даже подперли доской, которая является, кстати, деталью от конструкции, чтобы, не дай бог, она не упала на ребенка. Поэтому к ней дети даже близко не подходят. В соседнем дворе ситуация с детской площадкой не лучше. Качели держатся на честном слове. А с горки, кажется, не согласится скатиться и любитель экстрима. Видимо, поэтому и детей здесь нет. Зато игровая зона в микрорайоне Байкальском пользуется популярностью. Но и здесь с оборудованием для ребятишек не все гладко. Деревянные элементы конструкции порядком износились. Родители в силу того, что дети постоянно здесь, они как бы вынуждены самостоятельно ремонтировать ее, потому что не дождешься никаких действий от наших управляющих компаний, ну или кто ответственен за этот вопрос. Поэтому у нас и малыши здесь, и старшие ребята здесь, и также песочница. Вот если одна песочница рабочая, то вторая песочница, которую новую поставили, там даже в принципе песка уже полтора года нет. Часть иркутских детских площадок действительно входит в зону ответственности управляющих компаний. К ним относятся те городки, которые установили не более пяти лет назад по соседству с новостройками. Остальные сооружения для ребятишек находятся на балансе муниципалитета. И именно туда, в администрацию своего района, нужно обратиться, если в вашем дворе покосилась горка или на лестнице, ведущей к ней, сломались ступеньки. Проводится мониторинг на примет того, нужно ли менять детскую площадку целиком, либо заменить какую-то ее часть, так называемую доокомплектацию, либо ремонтные работы. В ремонтную работу у нас входит обычно замена ограждений, ремонт утро-поглощающего покрытия, то есть резинопола, какие-то подвесные элементы. Поэтому такая работа проводится ежегодно, но стараемся все-таки заменять старое целиком на новое. Обновить скоро должны и ту самую площадку, где беседка ходит ходуном. Двор, в котором она расположена, попал в федеральный проект. Сколько же всего отремонтировать детских городков, зависит и от самих горожан. Иван Занько, Алексей Бондаренко. Новости по будням. Оставляет желать лучшего в Иркутской области и состояние многих дорог. Среди проблемных есть и магистрали, популярные у туристов. Например, особое внимание необходимо трассе, которая ведет в поселок Листвянка. Масштабные реконструкции последних лет и регулярные ремонты, конечно, значительно улучшили состояние этой дороги на Байкал. Но данная магистраль требует постоянных крупных финансовых вложений. Ведь нагрузка на дорожное полотно огромная. Десятки тысяч автомобилей проезжает здесь ежегодно. Поэтому сейчас прорабатывается вопрос о передаче этой трассы в федеральную собственность, что гарантирует увеличение сумм на обслуживание и ремонт магистрали. Об этом в подробностях слушателям авторадио «Иркутск» сегодня рассказал исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев. При этом глава региона подчеркнул, что сейчас будет уделяться особое внимание всем дорогам, которые ведут к популярным туристическим местам. Некоторые трассы находятся в неудовлетворительном состоянии. Так, путь до Большого Галаусного отремонтирован лишь частично, да и восстановленная дорога далеко не везде отвечает требованиям. Где-то, может быть, и проектировщики не доработали, где-то и сам подрядчик, в общем-то, самоустранился. Но вот эти визитные карточки – это принципиальное мое решение, что там должно быть все по такому высшему разряду. Это лицо области, это лицо туристического такого направления. Там 28 километров дорог нам нужно сделать. Привести в порядок всю трассу в Большое Галаусное планируют к 2023 году. Без сомнения, решение дорожных проблем региона станет одной из основных задач для нового губернатора, которого жителям Иркутской области предстоит выбрать 13 сентября. Именно на эту дату официально накануне были назначены выборы. Голосование будет досрочным, так как предыдущий глава региона Сергей Левченко сложил свои полномочия раньше срока. И сегодня областная избирательная комиссия региона начала прием заявок от претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на высокопоставленную должность. Первым пакет документов сдал самовыдвиженец Игорь Кобзев. Я уже заявлял, что я буду участвовать в них. Это мое принципиальное решение. В декабре 2019 года президентом Российской Федерации Владимир Владимирович Путином поставлена мне задача навести порядок в Иркутской области. И я ее выполню. Задача снизить темпы распространения коронавирусов при Байкале пока остается невыполненной. Сидеть по домам жителей региона не желают, так же, как и соблюдать элементарные правила, чтобы обезопасить себя и своих близких. Поэтому стоит ли удивляться, что число заболевших каждый день практически не снижается. Более того, ежесуточный прирост в Иркутской области за последние две недели находится выше среднего уровня по России в целом и Сибири в частности. Теперь детальнее. По данным на вечер 11 июня, диагноз коронавирусов при Байкале получили еще 214 человек. Лишь треть из этого числа вахтовики. Умерла еще одна инфицированная женщина, 57-летняя жительница Усть-Кута. Смерть наступила от иных заболеваний. В общей сложности с начала распространения COVID-19 в регионе погибли 36 зараженных. Инфицированными были признаны более 3700 человек. Основные очаги распространения инфекции – областной центр, Усть-Кут, Иркутский район, Бадайбо. При этом остаются территории, где до сих пор не выявлено ни одного заразившегося. Таким могут похвастаться в Жигаловском и Мамско-Чуйском районах. Во всех уголках планеты уже знают, что ключ к победе над коронавирусом лежит в крови пациентов, поборовших инфекцию. Это выяснили ученые благодаря образцам, которые им предоставили доноры. Именно от них зависят и запасы жизненно необходимой крови. Как обстоят дела с ценным резервом в Прибайкале накануне Всемирного дня донора узнавал Олег Федоров. Капля крови над Байкалом. В таком сюрреалистическом виде выполнен значок молодого кадрового донора третьей степени. Лично этот принадлежит студентке Анастасии Мазалевой. Первый раз она сдала кровь два года назад, когда в Иркутский университет приезжала мобильная станция переливания. Теперь активистка стала координатором донорского движения волонтеров. Поэтому хорошо знает, кровь берут не только для пополнения запасов, но и для проведения исследований. В том числе для создания вакцин от таких заболеваний, как COVID-19. Так что студентка и еще порядка 60 человек из ее движения в ближайшие выходные пойдут проделывать знакомую процедуру. В такой эпидемиологической обстановке важно оставаться донором, важно прийти на станцию переливания крови и первый раз стать донором. Потому что у нас сегодня у волонтеров медиков была акция на станции переливания. И мы заметили, что доноров стало меньше, доноры нужны сейчас. Это подтверждает и руководство станции переливания. После введения режима самоизоляции привычный поток доноров сократился в два раза. Усугубило ситуацию и то, что были временно отменены выездные заборы биоматериала на предприятиях. Некоторые компоненты крови могут храниться до полугода, как, например, плазма. Запасы других элементов необходимо восполнять еженедельно. Здесь за помощью обращаются к почетным донорам. Это те люди, которые сдавали кровь не менее 40 раз, а плазмой делились более 60. В регионе таких порядка 7 тысяч человек. Есть люди, которые даже не один норматив знака почетный донор сдали, а 2, и 3, и 4. Есть люди, кто сдал кровь его компоненты 100 раз, 200 раз, больше 200 раз, до 300 доходит. Ежегодно порядка 400 человек в Иркутской области становятся почетными донорами. Звание почетного донора России пару лет назад удостоился иркутянин Евгений Тюремов. Несколько лет назад на предприятие, где он работал, приехали медики. Требовалась кровь всех групп. С тех пор, с перерывами в несколько месяцев, молодой человек пополняет запасы станции переливания. Тогда был небольшой меркантильный интерес, потому что тогда предоставляли два дня отгула тем, кто сдает кровь. Но теперь уже, не работая на Иркутском амбинационном заводе, я все равно продолжаю сдавать кровь, потому что осознал, насколько это важное дело. Совершить важное дело может каждый. Тем более 14 июня во всем мире будут отмечать День донора. Пожалуй, лучшее время, чтобы попробовать поделиться жизнью. Олег Федоров, Владимир Пинаев, новости по будням. Попробовать провести День России в онлайн-режиме предлагают жителям Иркутской области. Для них подготовили различные развлекательные программы. Подробнее расскажем далее. Так мы привыкли отмечать День России, но в этом году традиции приходится ломать и проводить праздники в онлайн-формате. В виртуальном режиме в Прибайкале в честь Дня России состоятся около тысячи мероприятий. Артисты Иркутского музыкального театра уже записали праздничный концерт в зале без зрителей. Увидеть выступление всежелающие смогут 12 и 13 июня на YouTube-канале учреждения культуры. Порадуют жители региона и солисты Иркутской филармонии. Они подготовили два музыкальных ролика. Однако основное действие развернется в социальных сетях. Там стать честью праздника смогут все без исключения. Прочитать стихи отечественных поэтов и выложить видео под хэштегом «Русские рифмы». А представители национально-культурных центров проведут кулинарный онлайн-марафон. У себя дома приготовят блюда разных народов, проживающих на территории нашей страны, и опубликуют ролики в соцсетях. Но те, для кого и этого окажется недостаточно, смогут лично поучаствовать в акции «Окна России». Вывесит триколор – знак единения со всеми, кто вынужден отказаться от привычного формата проведения праздника. Алена Полоненко, новости по будням. А будут ли проводиться в Иркутске и по области мероприятия в юбилей победы в Великой Отечественной войне? Интересуются наши телезрители. Ведь, например, в столице страны в 75-ю годовщину первого парада 24 июня состоится большой праздник. Отвечаем. Парад, авиационное представление и салют действительно можно будет увидеть. Правда, жители Иркутской области смогут это сделать только по телевизору или в интернете. Всему виной ситуация с распространением коронавируса, которая в нашем регионе продолжает оставаться напряженной. Чтобы не усугублять обстановку, было принято решение в этом году не проводить строевых шествий, акцию «Бессмертный полк». Не стоит ждать и традиционного салюта. Но это не повод расстраиваться, ведь современные технологии позволяют насладиться московским праздником. Там на полигонах уже приступили к репетициям, прохождению военной техники. Также совместные маневры отрабатываются и в небе, и на воде. А в 20.00 по столичному времени прогремят салютные залпы. Если и у вас есть подобные вопросы, ответы на которые будут интересны всем телезрителям, звоните нам на горячую линию с 10 утра до 6 вечера. Наш телефон прежний – 792-402. Прежняя тенденция сохраняется. Новорожденных в Иркутской области продолжают называть довольно необычными именами. В этом году на свет в Прибайкалье уже появились Амур, Кай, Добрыня, Пантелеймон, Саян, Лукерия, Цветалина, Есения и даже Россия. Впрочем, чаще всего мальчиков называют Артемами и Александрами. Девчонок в основном именуют Софиями и Викториями. Другими интересными данными поделимся в рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте! Летом мы стараемся как можно больше проводить времени на природе. Ездим на дачу, гуляем по парку или организовываем пикники. Об окружающем нас мире сегодня и пойдет наша речь. Отправиться в поездку по Байкалу с научной целью иркутянка Софья Берицкая. Девушка выиграла грант на проведение экологического исследования. Речь о распространении частиц микропластика в Байкале. Для изучения вопроса Софья планирует взять пробы воды в озере рядом с несколькими населенными пунктами. А еще будет снят научно-популярный фильм о работе молодых ученых, о проблеме микропластики и его негативном влиянии на экосистему. Не раз была в центре съемок самая старая лиственница ольхона. В этом году дереву исполнится 777 лет. Эту лиственницу давно именуют как «Страж ольхона». Это название даже внесено в два официальных документа – в реестр старовозрастных деревьев и в реестр байкальских ироритетных деревьев. Велика вероятность, что эта достопримечательность острова получит почетный статус памятника природы. Как напоминание о том, как важно перерабатывать мусор. Новые лавочки и урны на улицах Костромы. Объекты благоустройства сделаны из бытовых отходов. Эко-мебель из переработанного пластика выглядит так, будто выполнена из дерева. Например, на одну лавочку производителей уходит около 10 тысяч пластиковых пакетов и порядка 80 килограммов песка. А вес одного готового изделия достигает около 120 килограммов. Все зависит от формы изделия. Удивило не форма, а количество. Нашествие зеленых морских черепах зафиксировали на побережье Австралии. Более 60 тысяч водных обитателей оказались на суше. Пояснили ученые, черепахи выбрались на берег, чтобы отложить яйца и вывести потомство. Явление это обычное, а вот число присмыкающихся биологи признали внушительным. Их точно оказалось гораздо больше, чем в предыдущие годы. Наслаждайтесь природой в любую погоду и хорошего настроения. До новых встреч! Хорошо проведите ближайшие выходные дни. Оставайтесь на нашем канале и помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова